Брем. Альфред Эдмунд Брем. Немецкий зоолог. Родился в 1829-м, умер в 1884-м году. Брем – сын зоолога и орнитолога Христиана Людвига Брема. Родился в Рентендорфе, в Тюрингии, учился в Йенском университете. В 1847 году Альфред совершил первое путешествие по Африке по приглашению барона фон Мюллера, известного орнитолога. Брему было тогда 17 лет. Впоследствии он совершал повторные путешествия в Африку, а также посетил Испанию, Норвегию и Лапландию. В 1862 году Брем в составе экспедиции, организованной герцогом Эрнстом II Саксонским, совершил поездку в Абиссинию. В 1867 году Брем поселился в Берлине, где в 1869-м он открыл аквариум. В 1877 году Альфред Эдмунд Брем совместно с путешественником и орнитологом Отто Финшем организовал экспедицию по Западной Сибири и северо-западному Туркестану. Из своих многочисленных путешествий Брем привез громадный фактический материал по биологии животных и обобщил его в широко известном труде «Жизнь животных», изданном в 1863-1869 годах. Книга Брема способствовала развитию интереса к естествознанию и переведена на большинство европейских языков. Дамье Анаре Дамье – это французский живописец и карикатурист. Родился в 1808-м, умер в 1879 году. Дамье – сын стекольщика, в молодости работал литографом. После революции 1830 года стал политическим карикатуристом, резко обличавшим современное ему буржуазное общество. Рисунки, гравюры, скульптуры и литографии беспощадно осмеивали короля Луи Филиппа, продажных министров и депутатов, обогащавшуюся буржуазию, противопоставляя им французский народ, требующий свободы и умирающий за нее. Работы Дамье отличались смелостью и широтой политических обобщений, большой выразительностью образов. В 1832 году за свои работы Дамье был заключен в тюрьму, а в 1835, когда во Франции политическая карикатура была запрещена, он обратился к социально-бытовой сатире. В сериях карикатур «Добрые буржуа», «Синие чулки», «Человеческая комедия» и многих других Дамье издевался над пошлыми нравами наглого, пронырливого и самодовольного мещанства. Революция 1848 года вернула Дамье к политической карикатуре. В 40-х-60-х годах им создан ряд выдающихся произведений – эскиз аллегории республики, семья на баррикадах, картины и акварели, изображающие быт простых людей. Живопись Дамье отличает сдержанность колорита, напряженные световые контрасты. Творчество Анары Дамье – одна из вершин реализма во французской живописи XIX века. «Октет» от латинского «Окто». «Октет» обозначает «восемь». Это ансамбль из восьми музыкантов-исполнителей, инструменталистов или вокалистов, а также музыкальное произведение для восьми инструментов или вокальное сочинение для восьми певческих голосов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА